я вообще перед тем как вчера лишь спать точнее я лег спать у меня прям прошел этот интересный мыслительный процесс так бывает это уже второй раз за короткий промежуток времени за чего я где-то 20 минут ты мог заснуть мыслительным процесс короче шел по поводу именно короче зависти этого античного геймера по отношению к конвою это это мне показалось очень интересная тема на самом-то деле то есть я-то по сути мне-то на него пофиг то есть это какой-то чел который там высирался на меня в 3 канале говоря о том что там что-то делаю не так с превьюхами шрифтами потом я когда сделал стандартизацию превьюх он подумал что это благодаря тому что меня критиковал когда я в то время вообще нахуй не знал что он постит про меня какие-то вещи его же аудитория дурачки даже блять не сообщили об этом вот потом короче оказалось да что ему я выяснил получается благодаря тому что начал отсвечивать уже в твиттере блять сам сам самолично к нему вот эти его аудитория короче тоже прибежала начала меня там оскорблять унижать и все в таком духе я короче такой подумал бля я это думаю кто видео блять постоянно травит вот как бы выяснилось это аудитория этого человека видимо да видимо потому что я-то этих засранцев блокируют да с таким поведением и прочим поэтому вы сидите вот чистым хорошим канале да где нету всякого говна потому что я говно вычищаю да мне нам не нужно вот а есть люди которые это говно собирают и аккумулируют вокруг себя и не считают что это ну что-то плохое вот и короче после этого получается сколько там прошло две недели да я молчал короче игнорил тупо ему не отвечал потому что мне было плохо а потом типа в один момент такой а почему нет я короче зашел в его теги канал посмотрел короче его посты там мемы не мемы хуем и короче это все не важно это все хуйня полная для детей потом короче вижу этот пост по прокрастинацию короче такой думаю прокрастинация интересная тема и короче вот благодаря вот этому именно посту меня пробило на то чтобы сделать видос короче вызов на дуэль на видео дуэль подчеркнул а но как я думаю короче как вы уже наверное понимаете чел нихуя делать не будет и вот это как раз эти тему мы обсудим дошли типа зависть конвей да и вот видео дуэль потому что тут по сути у него есть два выбора ну и конечно же я ему помогу так уж и быть дяденька крыш что тебе расскажет как надо делать чтобы быть как конвей и вот как раз таки в эту тему тоже послушайте вот и наверное я эту короче тему выложу гораздо позже на канал пусть он хотел послушает умного человека может быть что-то на намотается на мозге вот и стоит наверное начать с того что у него сейчас как бы не у него сейчас как бы вам сказать это очень сложно вот начать потому что очень много мыслей которые хочется донести во первых короче что делает конвей давайте вот начнем с этого что делает конвей конвей делает развлекательный сегмент буквально конвей не делает политический сегмент в том виде в каком он должен быть до политический сегмент обычно это когда мы смешиваем политику и умные мысли которые заставляют людей думать до или расстраиваться или радоваться поэтому большинство людей в принципе инфантильные бараны которые считают себя политичными считают что быть аполитичным это умнее стратегия в действительности оказывается что это немного не так потому что это политичен политика занимаемся мы и мы определяем эту самую политику рано или поздно дать то есть те кто власти и оппозиционно настроенные люди мы определяем эту политику и ты будешь мыслить так как мы скажем ты будешь делать так как мы скажем потому что ты аполитичный идиот ну а ты ни на что не влияешь грубо говоря но такие вот политичных дурачков дохуя конвей когда был еще политически активистом правой рукой светового он делал контент по либертарианству конечно же а был правой рукой светово сейчас я не знаю короче как у них обстоят дела потому что есть новости о том что вообще на охотниво все отвернулись от световая и конвей так как он находится в польше и приехал в польшу благодаря free russia foundation это организация созданная всякими владимирами миловыми и прочими либералами помогающими политических активистам уезжать из стран третьего мира в нормальные страны так как он засел в поляндии как и остальные кстати либертарианцы к слову потому что там и чинаров сидит и овчаров сидит если не ошибаюсь так как он находится в нормальной стране у него есть монетизация когда у тебя есть монетизация ютуба ты можешь зарабатывать с просмотров собственно роликов да то есть тебе не надо упрашивать людей или там молить их о том чтобы они подписались на себя и все в током духе но я как бы не упрашиваю я их нахуй посылаю если не начинают выебал туда на очевидные вещи что когда у меня просто нету никаких доходов иных кроме поддержки людей как бы поддержка людей заодно показывает короче насколько я делаю нужные вещи как бы и мне говорят о том что типа вот я тебе не дамы и 500 рублей да пошел ты нахуй со своими 500 рублями мудак копейки мне тут блять какие-то предъявляешь быть еще и выебывается блюд пиздец вот да есть люди которые живут в нормальных странах и вот короче конвей так как он выбросов нормальную страну он теперь зарабатывать просмотров в полянде если я не ошибаюсь примерно 3-4 бакси с 1000 просмотров вы можете сами сейчас посчитать сколько конвей заработала своих ролик вот и делает он преимущественно развлекательный сегмент он делает не политизированный контент это важно это важно блять он делает развлекательный сегмент куча мемасиков смешных скриншотов противоречий смеху йочек там встава как вот какой-нибудь современный монтаж у того же зил и других зумеров свеча и все в таком духе то есть это как бы ну показатель это показатель что чувак работает именно в коммерческий аспект больше по этой причине собственной просмотре ему набирать легче более того не будем забывать что у него в твиттере есть очень много подписчиков по крайней мере там их 10000 было на тот момент когда он делал канал когда он начал делать ролики часто и стабильно а почему он их не делал стабильно потому что он разбирался с документацией в полянде и когда он начал делать стабильно он просто начал закупать рекламу и как бы все это ответ на то почему конвей стал популярен то есть сидит такой античный хример который думает о том что конвейбле стал популярен вот руководствуясь логика всех вот обычных людей которые почему-то считают и реально верят блогерам которые говорят о том что если твой контент нравится людям они сами его будут смотреть и распространять и ты будешь получать много-много просмотров и станешь сверх популярен нет блять долбоебы чтобы это случилось нужно рекламу хуярить блять вовсю и когда мы просто смотрим что происходило с роликами конвей и с его каналом мы внезапно ощущаем интересные сдвиги когда в тг каналах особенно на каком-нибудь там уже 2 ч да постится видосики по вот эти вот какие-то приколы связанные с около нижним интернетом со смеху очками и примерной подачи как у современного популярного игрового блогера дэдпи 47 собственно последствия мы видим что конечно же fit вы думаете дэдпи 47 защитовал с конваем потому что он такой популярный до хуй там плавал я уверен что конвей заплатил ему деньги за это он минимум попросит за этот вид для 30 рублей я думаю может быть 50 тысяч рублей так что ребят вы когда мне спрятать тут 500 рублей говорите что это важные деньги нет чуваки вы ошибаетесь очень сильно ошибаюсь и вот сидит короче античный геймер видят вот это вот буквально блять это буквально на поверхности находится и завидует этому да я сделал ролик вот какой там последний позвал дюйс 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 бутонку ну кунвы хайпует и конвей такой пишут в твиттер ебать видео короче хайпую да я сам не ожидал блять и все так он дух и прядь пиздит как пишет и богу просто такой такой криш и пока ты понимаешь это просто шаблон типа ты выдаешь как бы работу да как бы вот эти вот просмотры цифры за личный успех что ты такой клёвый но в действительности блять ты фитовал ты рекламу закупал ты закупал блять просмотр ролика на стримы до на стрим дока закуплен ролик на стрим медисона закуплен ролик вы думаете я вру да посмотрите сами мать вашу посмотрите сами вы чё думаете а вам пизжу вот сами-то все проверьте сами в этом если вот сидит этот чел блять такой люблю тел завидую есть просмотры да ёбаный ты в рот блять да закупи ты рекламы нахуй на каждый ролик который ты выпускаешь быть и заказываю его популярным стримером все и закажи его стримеру дэдпи 47 блять на стриме все блять хули тут думать вообще ёбаный насрал вот это что касается короче популярности конвей и почему он такой клёвый в действительности я считаю что конвей пустышка я думаю она это прекрасно понимает когда ты делаешь развлекательный сегмент ты развлекательный сегмент да как бы это не звучало тавта логично ты говорящая голова знаете что случается с говорящими головами через время их забывают к чертовой матери на ним всем становится по вот и когда я думаю это прекрасно осознает наверно он попытается последствий короче сделать так чтобы интересовались его личностью но проблема состоит в том что и личность то его особо и не интересуются как раз таки люди для людей это жвачный контент я уже вам объяснил чуть это жвачный контент и сделал смеху ёчку ты ее выложил они посмотрели поставили свои лайки комментарии и упиздавали нахуй да там какая-то часть подписалась да и это же нахуй пошла с канала вот как ты живешь что у тебя происходит что ты чувствуешь что ты думаешь об этом да им похуй когда будет следующее видео чтобы я поражал и что-нибудь посмотрел пока жру понимаете вот такое вот отношение идет у меня же как вы можете заметить отношения кардинально наоборот у меня идет уклон на людей которые интересуются мной я не пытаюсь развлекать аудиторию да я и нахуй блять посылаю как вы можете заметить и вообще не стесняюсь это дело потому что за ваши просмотры как говорится нихуя не получаю поэтому хули я вам жопу буду лизать как говорится это блять справедливо это честная позиция это блять позиция любого блогера нахуй в сегменте сейчас я вас блять уверяю в это никто нахуй больше не будет лизать жопу русским блять зрителям потому что просто в россии блять нету монетизации если ты в польше в америке в нормальной стране базару нет вы такие хорошие вы такие замечательные муму муму куда и вот просто проход языком через через булки а на самом деле этого нет и как бы так как этого нет я не буду лебезить я буду относиться честно и справедливо да вот есть просто люди которые меня постоянно смотрят это постоянные зрители да но они не бустеры да они все-таки ниже парангуста это есть люди которые меня поддерживать финансово и вот уже как бы вот работаем как и вот мы приходим к ситуации то есть я ладно я объяснил античному хримеру как ему действовать да может быть он все-таки включит мозг блять и начнет работать если он высирает блять видос раз месяц еле-еле блять душа в теле но у него сейчас вот как бы стоит выбор это условно то есть он может сделать две вещи по сути своей первая вещь это вот так вот короче стать конвейем да вот на которой он так дрочит он просто блять логика проста ты делаешь видос пятеро и вкидываешь деньги в рекламу конвей зарабатывает в польше в польше евро напоминаю ему купить ролик на медицине блять на дэдпи 47 и прочее это у это копейки блять когда это евро у тебя заработок у тебя в евро блять евро доллары у тебя не рубли сраные которые обесцениваются блять каждый квартал твою мать вот если бы я в баксах получал я бы вообще тоже я был бы так сейчас но к сожалению я зарабатываю в рублях и вот короче просто вот так вот тоже рекламе ца тоже закупать рекламу в тг каналах потом этот ролик подымается выдачи короче он начинается смотреть потом он начинает распространяться его начинают перепостить и короче этот маховик раскручивает и чем больше захочешь раскрутить маховик тем больше рекламы ты просто закупаешь на видос в течение недели да то есть именно в течение недели не в один день в течение недели эти как маркетолог вот ты конечно же думаешь наверное что я коротовый школьник может быть ты умнее и послушаешь меня как россов или кто-нибудь другой вот раз это послушал он посмотри какой начал одеваться хотя бы нормально ну более-менее вот и с девушками гуляет с девочками стиле мяу короче в итоге у него здесь вот этот первый вариант а есть второй вариант есть его посты про прокрастинацию это не просто а действительно так то по сути у него есть вот вариант выйти за прокрастинации начал дуэль со мной с маленьким блогером у которого мало циферок отказалась бы нахуя это же не выгодно типа я должен ориентироваться на популярных людей все в таком духе они на каких-то чертов которые там были сидят со своими там 500 просмотрами кто им такие вообще да я тут для самый главный я тут литров команду все в таком духе и но почему короче стоило бы обратить внимание потому что опять же до ориентировка к аудитории в том случае где конвейка и вообще-то просто собрал вокруг себя всяких как вам сказать цифры до циферки цифер это не люди то циферки то в моем случае я именно аккумулирую людей потому что я баню я блокирую я удаляю короче всякое говно у меня в комментариях у меня остается именно вот хороший пласт людей официальный то есть я отсеиваю я сегрегирую человеческий капитал если можно сказать так звучит максимально по немецки согласитесь вот и как бы это тот самый момент когда например можно привести в качестве примера я же сармада да я же сармат он маленький как бы у него мало просмотров но он у него влияние большое почему вот просто почему как это работает а вот так это работает потому что люди вот есть просто часть людей нормальная которая не забивает хуй на человека и смотрит его и слушает его и следить за ним короче как я слежу за тем же мажисте летели ты или еще кем-нибудь и как бы вот именно из-за этого до влияния больше да поэтому я и говорю что у меня 21 подписчика высосете хуй потому что у меня есть 21 гвардеец мать вашу этом личная свита уже ёб твою мать и как бы помимо прочего да то что ты ориентируешься больше на людей создаешь при этом клёвый контент потому что этот дух старого ютуба когда короче блогере между собой хуярили с видеороликами он выпускает разъёб на 15 минут я выпускаю разъёб на 15 минут и вот так вот короче хуярится пока блять не до доест и короче получается что ты выдаешь примерно 5 видосов с контентом который касается там другого чувака это все короче вписывается в твой сюжет в данном случае то есть ты уже становишься интереснее как личность и как бы начинает более вот этом все обсуждать это нравится самим блогерам это раз во вторых это нравится зрителям то бишь вам потому что во первых да давайте со стороны зрителя посмотрим это же блять реально интересно кто победит по итогу я ли он да потому что он вроде там что за что-то сшарит и при этом является отголоском вот я и я который дочит на нестермана по их же собственную словам и короче вот 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 это все это очень интересно чем бы кончилось она к сожалению это по-любому откажется короче от этого потому что у него там чесв сыграла по-любому я просто уверен в этом да и из-за того что цифр их больше он забил хуй поэтому в принципе он отказался от годной вещи то есть у нас могло бы сейчас пиздец какая интересная стадия вот каких-то там разбора контента и прочего да в течение там месяца двух но при этом короче дополнительно он бы вышел из прокрастинации то есть у него не было бы никаких вопросов да какой ролик ему сделать понимаете потому что он сейчас входит в состоянии войны в экзистенциальный вызов и начинает ебашится со мной в медиаполе где там не знаю условные короче правила материться или не материться там устанавливается по поведению участников то есть если начинаешь оскорблять и хуесосить начинает другой оскорблять и хуесосить вот это бы вывел его из прокрастинации сделала бы как бы дало ему пинок под зад на в данном случае так как он этого не сделает он этого не сделает то есть я как бы уже знаю об этом ему остается идти только по пути канвея потому что например как личность он не интересен то есть буквально у него там какие-то там 5-6 видосов да там и какие какой-то старенький канал на 1000 подписчиков и как бы ты посмотрел ты клёвые видосы в духе старого нестерова все дела о себе ты что-нибудь расскажешь то ты что ты вот я о себе много чего рассказал люди знают короче кто я что я чем не занимаюсь там всяких трапов дэм шизов по его словам отслеживаю все в таком духе а про тебя что можно сказать да как говорится ты кто да это я понимаю что этот голос и круг пиар но кто даже если ты отголос и круг пиара кто-то да как в том самом меме с зеленским да нужно чтобы было потужно до чтобы ты воспринимался потужно бог потужности понимаешь специально говорю на украинских языках чтобы его поздно я думаю надо послушать если это слушаешь вон ботай на ус чувак я тебе добрый совет даю я вообще добрый человек на самом-то деле я пытаюсь сначала помогать людям а потом их уисосить да я страны но в этом типа это люди сами меня потом посылают нахуй я как бы обижаюсь на них и посылать их на вот поэтому короче если ты хочешь быть как конвей да удачу только я я только за короче вперед я уже сказал что нужно делать просто выпускаешь какие-нибудь популярные видео с нижних интернетов связанные с этим короче слайд книжных интернетов американские темы это важно американские твиттерские темы ну я думаю проблемы тут не возникнет потому что ты сидишь и смотришь всякие фатчаны и прочего и как бы ты это просто переводишь на русский присылаешь скиншоты видосе короче с американских твиттеров как это делал тот же нестеров или делает тот же депи 47 сейчас или делает тот же например конвой внезапно то есть смотри у них тактика даже монтажа видоса одинаково то есть буквально у нас почему нестеров такой популярный стал потому что он это все адаптировал для права радикалов до для авторитаристов с вот то есть у нас были свои приколы и мемчики про то что мы типа как это будем будем отделять человеческий капитал да по его качестве так сказать и все в таком духе это чисто с нашими приколами было а конвей и дтп 47 они делают приколы и скриншоты с американского твиттера касательно именно каких-то не занять таких вот около зумерских тем это чисто смеху очки посмотри например что делает audi rb посмотри как делает швец тот же ныне популярных блогер нижних интернетов совмести вот это и вот это то что делает отписывать семью будет тебе просмотры просмотры будут почему потому что ты будешь вкидывать бабло в рекламу и ты получишь что то что ты хочешь циферки получить свои циферки ради бога будешь потом приходить ко мне говорить вот он выпендривается своими 20 людьми у меня хотя бы есть эти 20 человек а сколько стоит за тебя мои боги улыбаются мне античный геймер а твои боги улыбаются тебе как говорил базу рагнер лодку из сериала викинг поэтому я желаю ему удачи с этим а остальным я надеюсь вам было интересно послушать эту информацию потому что эта ситуация очень интересна у него по сути выбор стоит а быть не то что нишу он типа делать то что соберет возможно мало просмотров если конечно не закупит рекламу на потому что без рекламы будет по-любому мало ну вот либо короче вот стремится к величию конвей а вот великому конвей боже и все в таком но если он хочет стремиться к конвей он воспринимает как конвей как путеводная звезда и сейчас вы просто не видите но я вскинул левую руку вверх в 90 градусов ради бога я только за короче вперед ребята магиоти потужно вот а я пожалуй осталось короче вот мы своем уровне я займусь тем что я считаю нужно и на этом наверное на этой ноте я закончу это видео она выйдет наверное да да видео с фильм бойчика и после видео про маргинала как раз вот типа между между хуев и пиздой промежуток небольшой а